Юрий Селиванов. Космическая энергия Победы. Статья за 4 декабря 2019 года. Каждый народ в зависимости от исторических обстоятельств и силы своего характера может быть и побежденным и победителем. Перед вами две фотографии, разделенные четырьмя годами Великой Отечественной войны. На них изображены в сущности одни и те же русские парни, бойцы одной и той же рабочей крестьянской Красной Армии. Но посмотрите, какая огромная и вполне очевидная между ними разница. Вот это из 1941 передает ощущение полной безнадёги, отчаяния и неверия в будущее попавших в плен бойцов и командиров. Вторая, которая в заголовке статьи, наоборот, буквально лучится неукротимой энергией, спокойной уверенностью в своём воинском умении и жизнеутверждающим оптимизмом солдат-победителей. Кажется даже, что у каждого из них за спиной выросли крылья Победы. Сразу видно, что этим людям с первого фото никакие преграды в мире уже не страшны и нет такой силы, которая их может остановить. Зато сами они способны сокрушить горы и завоевать космос. Что они, кстати, вскоре и сделали. Гордая осанка, характерная для высокой самооценки, основанной на проверенном жизнью осознании своей несокрушимой силы, которая даётся только тем, кто прошёл до конца трудной дорогой войны. Повторяю, это фактически одни и те же люди, только сначала впавшие в глубочайшее уныние и безверие, а затем поверившие себя, сумевшие одолеть самого грозного врага и познавшие радость победы. Мы нынешние скорее те, кто на втором снимке, смирившиеся со своей скорбной участью, с такими же потухшими взглядами, с неверием, что можно что-то изменить к лучшему. Но это вовсе не значит, что 41-й год это навсегда, потому что так не бывает. И когда-нибудь обязательно наступит 45-й. Таковы законы природы. Новые поколения не могут вечно жить в трясении поражения и во мраке безверия. Куда их вогнали, к тому же помимо их собственной воли. Причём не могут они так прозябать уже сегодня. Просто мы плохо знаем о том, что делается вокруг. Ведь нас по-прежнему кормят чернухой и безнадёгой из помойных вёдер, так называемых СМИ. Но стоит только на секунду выпасть из этого круговорота дерьма, как реальная жизнь, совершенно не похожая бессмысленная мельтешение моральных уродов и зомби из телеящика, пробивается, как луч света через вытертое от грязи стекло. Вот одно из таких мгновений истины. На Медне подвозил меня домой Сефера таксист, бывший офицер советской и российской морской пехоты Тихоокеанского флота. Было время поговорить, в том числе о детях и внуках. Он рассказал удивительную для нашего свихнувшегося времени историю о своём сыне. Тот закончил один из самых престижных вузов страны – МГТУ имени Баумана. Перед ним открывались все пути дороги для успешной гражданской карьеры. Но вместо того, чтобы устроиться по специальности и спокойно ходить на работу в режиме от и до, он пошёл служить в армию. Да не куда-нибудь, а на самый трудный армейский хлеб – воздушно-десантные войска. Фактически, по примеру отца. Мало того, что тот его не отговаривал, он ему ещё и помог. Командир дивизии ВДВ в Иваново был когда-то его сослуживцем. И он попросил его взять сына к себе в дивизию. Так сказать, в десант по блату. Тот не отказал старому товарищу. Сын отлично отслужил в десанте, принимал участие в крымской операции в составе своей дивизии, за что получил правительственную награду. Сегодня, проверивший себя в реальном деле, солдат вернулся к гражданской жизни, успешно работает на производстве и с уверенным оптимизмом смотрит в будущее, потому что твёрдо знает, что нет задач неразрешимых и есть десантные войска. Побольше бы в России таких русских людей с нормальными генами и царём в голове. Таких, как солдаты-победители в первой фотографии и те их нынешние наследники, для которых Родина и честь, вопреки всему, не стали пустыми и устаревшими понятиями. И тогда эту страну никому не получится одолеть. Юрий Селиванов. Космическая энергия Победы.